Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Мы предприняли эту инициативу, понимая, что христиане не могут оставаться в стороне от всего того, что происходит сегодня в Сирии. Сирия, Ближний Восток, это то место, где возникло христианство. И такие страшные конфликты, какие сегодня терзают сирийскую землю, они не могут не создавать вообще угрозы, в том числе и для христианского присутствия. Ну и кроме того, совершенно очевидно, что страдают люди. А послание Церкви миру, оно всегда связано с провозглашением мира между людьми и справедливости. Так вот, молчать невозможно, когда происходит то, что сегодня происходит в Сирии. Русская Православная Церковь уже не впервые призывает глав христианских конфессий возвысить голос в защиту жертв гонений и военных действий в Сирии. Обращения, сделанные после очередного ракетного удара, лишь часть большой планомерной работы, проводимой на протяжении не одного года. Именно Русская Православная Церковь обратила мировое внимание на остроту проблемы и выступила как центр духовного единения. Именно здесь, еще несколько лет назад, впервые было произнесено слово, которого мировая пресса старалась избегать – геноцид. На наших глазах происходит подлинная трагедия, настоящий геноцид христианского населения в тех землях, откуда благая весь распространилась по всему миру. Масштабы этой катастрофы, которые мировые СМИ в большинстве своим обходят молчанием, еще только предстоит оценить. До сих пор в прессе широко не говорится о том, что Русская Православная Церковь оказывала и продолжает оказывать гонимым христианам помощь не только духовную, но и материальную, отправляя в Сирию питание и вещи для пострадавших. Не прекращаются и встречи, главная цель которых – показать всему миру истинную картину происходящего и привлечь внимание к необходимости прекратить геноцид. Именно во имя мира в 2016 году прошла исторического значения беседа между Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском. По инициативе предстоятеля Русской Православной Церкви состоялся и телефонный разговор с понтификом 14 апреля после ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии. И мы говорили, конечно, о том, что в том числе и христиане должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратилось насилие, чтобы прекратилась война, чтобы не было тех страшных жертв, которые сегодня имеют место. То есть это был такой ярко выраженный миротворческий диалог. Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви уже после разговора провел встречу, посвященную перспективам сотрудничества между Московским Патриархатом и Римско-католической Церковью в сфере миротворчества. Собеседники согласились, что в условиях сложной международной обстановки и обострения ситуации вокруг Сирии, христиане должны объединить свои усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и содействия диалогу и примирению. Инициативу уже поддержали в Африке, на Ближнем Востоке, в Палестине. Голос патриарха Московского и всея Руси помог объединиться христианам, и призыв этот услышан во всем мире.